Почему в автоспорте так мало женщин? Сколько болельщиков приходят на чемпионаты Европы по ралли-кроссу? Сколько денег зарабатывают организаторы чемпионатов мира? А также скачок в развитии автоспорта в России? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. Даты начала истории автомобильного спорта можно назвать 1894 год. Это автомобиль, пилот которого занял место победителя в первых гонках в Париже. И уже тогда, при проведении соревнований, организаторы центральное внимание придавали безопасности, экономии и удобству управления безлошадных экипажей. Сегодня весь мир поглотила любовь к автомобильным гонкам. В России же, и в частности в Рязани, его развитие происходило волнообразно. Раньше автоспорт развивался на базе ДСАВ. Был и мотокросс, сейчас мотокросс менее ярко выражен в Рязанской области. Кросс продолжает существовать, продолжает развиваться. Основная рязанская автокроссовая трасса поменяла свое местоположение. Сейчас она находится чуть дальше Семена Оленинского. Там традиционно проходят такие соревнования, как русская зима, новогодний кубок Рязани, автокросс, посвященный Дню Победы. Кросс жив и, надеюсь, будет жить дальше, потому что есть инициативные люди, которые все это поддерживают, в том числе и за свои деньги. Коллектив не молодой, который всем этим занимается, но мы пытаемся сейчас на базе федерации исправить эту ситуацию. Мы организовываем тренинги для судей. Несколько человек, подготовленных нами, выезжал на Формулу-1 в Сочи рязанский и, в общем, зарекомендовали себя там с лучшей стороны. И те люди, кто там принимал, нам сказали, что ребята молодцы, похвалили и выразили надежду на сотрудничество на дальнейшем. Основа для скачка в развитии автоспорта в Рязани уже положена. Для улучшения уровня спортсменов необходима была новая трасса. Сейчас она появилась. Трассу мы построили. Сейчас ведут мероприятия и проведены уже мероприятия, которые позволяют нам тренировать картингистов, позволяют нам тренировать ралли кроссовых спортсменов. Появляются дрифтеры, которые тоже могут тренироваться на нашей трассе. Проект «Автодрома Атрон» изначально нацелен на привлечение в наш город международных соревнований. Но это было, скажем так, немножко в другое время. Сейчас Россия, понятно, находится под определенными санкциями. И, в общем-то, желание и возможность привлечения сюда иностранных каких-то этапов, или чемпионат Европы, или чемпионата мира, она слегка невыполнима сейчас. Хотя все иностранцы, которые приезжают сюда выступать, тренироваться, или просто зрителями, они все, в общем-то, оценивают «Автодром» как один из лучших в мире. На первом этапе любительского чемпионата, который в начале мая состоялся в Рязани, нам удалось пообщаться с трехкратным чемпионом Белоруссии. Да, я белорус. Как вам в Рязани, в России? Шикарный автодром. Здесь самая лучшая инфраструктура среди всех российских автодромов. Очень удобно наличие гостиницы, наличие хорошего кафе, хорошего питания. Никуда не надо ездить, не надо рано вставать, добираться до автодрома. Просто супер. Подобные места создаются для привлечения интереса к автоспорту зрителей и потенциальных спортсменов. Во Франции этап чемпионата мира и чемпионата Европы по ралли-кроссу, он совмещен. И на эти соревнования приходит до 70 тысяч зрителей. Билеты продаются, билеты не дешевые. И по каким-то скромным подсчетам, это соревнование, организаторы зарабатывают на нем несколько миллионов долларов. Такое количество зрителей привлекает на борта машин спонсоров для гонщиков. Благодаря этому, в том числе и российские спортсмены, уже который год имеют возможность бороться, занимать призовые места на чемпионате Европы по ралли-кроссу и хорошо выступать на мировых соревнованиях. В России любовь зрителей к этим гонкам начинает набирать обороты. В Рязани большое значение сыграло то, что автодром Атрон является больше социальным проектом, чем коммерческим. И зрители могут бесплатно наблюдать за гонками с высоких трибун. Автоспорт – красочное мероприятие. Ралли-кросс – один из зрелищных видов спорта, автоспорта. И динамика, в общем-то, есть, привлечение зрителей на трибуны. Хотелось бы, чтобы их было больше. Спортсмены делают все для этого. Перевороты, кульбиты, горящие машины. А как, в общем-то, показывает мой опыт, чем больше столкновений и аварии, тем зрителю более интересно. Так сложилось, что в большой спорт пилоты приходят часто, начиная с картинга. И в любом случае гонщикам на протяжении всей карьеры необходимо иметь хорошую физическую подготовку. Обязательно, потому что перегрузки в картинге спортивном просто потрясающие. И я сам тренировался одно время на картинге. Боковые перегрузки такие, что у людей ребра ломаются именно от перегрузки в повороте. А динамика ускорения и торможения сопоставима с гонками Формулы-1. Кроме физической подготовки, пилоты должны обладать рядом моральных качеств. Ты должен быть уравновешен, ты должен контролировать себя. Потому что любая погрешность в автоспорте, она вырастает из того, что человек не контролирует себя. Допустив погрешность при входе в поворот, можно потерять позицию. От взмаха стартового флага до финиша нужно абсолютно себя контролировать. Часто девушки не справляются с такой задачей. Даже в моей практике было несколько инцидентов, спровоцированных именно девушками. Где-то ты заходишь в поворот, а вместо того, чтобы человек тормозить, который едет сзади, девушка, она заходит чуть быстрее в поворот, догоняет тебя, разворачивает. То есть, скажем так, сам контроль у некоторых девушек, конечно, чуть ниже, чем у мужчин. Из-за этого бывают инциденты. У гонщиков должно быть самообладание, опыт и хороший автомобиль. По мнению президента Федерации авто-мотоспорта Рязанской области Дмитрия Малахова, машина – одной из главных составляющих успеха. Сам он пришел к этому выводу со временем, а впервые принял участие в автокроссе в 1998 году. В первой же гонке, по-моему, второй я приехал. И потом поехали на чемпионат России выступать. Ну, где-то в десятке всегда ехал. А раньше в кроссе, как сейчас помню, в Татарстане до 50 машин участвовало. И быть в десятке, в общем-то, тоже было неплохо. Но я несколько раз бросал это дело в силу того, что появлялись другие интересы. И, скажем так, не уделял достаточно материальных каких-то средств для получения именно конкурентного автомобиля. Однако уже с хорошим автомобилем можно рассчитывать на другие результаты. Два года назад, после того, как построили автодром, у меня люди, друзья, спортсмены спрашивают, а что ж ты построил автодром, а сам не едешь? Нашли автомобиль. Получилось так, что, в общем-то, и автомобиль неплохой, и у меня какие-то навыки там были. Ну, стал чемпионом России 15-го года. В 16-м году второй стал. Ну, пока вот решил отдохнуть. В этом сезоне президент Федерации автомотоспорта Рязанской области наблюдает гонки по тому же ралли-кроссу со стороны. В начале мая его автомобиль приобрел гонщик из Москвы. А если гоночный автомобиль хотят купить, лучше его продать. После очередного сезона сделать это будет сложнее. В общем-то, так и рассчитывал, что если купят машину, значит, купят. Если не купят, то поедут. Ну, так получилось, что купили машину. И, в общем-то, я с чувством, с одной стороны, разочарование смотрел на то, как проходит соревнование без меня, но, с другой стороны, чувство свободы, что мне не нужно все лето кататься по стране, посвящать этому просто уйму времени. Тоже, в общем-то, есть определенный чувство свободы, от которого я и тоже получаю удовольствие. И ко мне подходили несколько человек, гонщики, и говорят, какой ты счастливый, что ты никуда не едешь и смотришь, стоишь на нас со стороны. Автодрома мирового уровня в Рязани могло и не быть, если бы не любовь к автоспорту тех людей, которые реализовали проект. Группа компаний, которая руководит Дмитрий Малахов, в определенный момент решилась на создание гоночной трассы. Несколько лет назад была инициативная группа из родителей спортсменов, картингистов в частности. Была инициативная группа из самих спортсменов, которая изъявляла желание где-то, значит, организовать с помощью правительства или с помощью частных каких-то лиц строительство картодрома. Ну, так получилось, что этим лицом оказался я. Работы проводил сплоченный коллектив группы компаний «Атрон». Проект был реализован меньше, чем за год. Сейчас в Рязани есть квалифицированные тренеры, созданы все условия. А спортсмены, делающие ставку на результаты, усердно тренируются. Усилия работников автодрома идут на благо развития российского автоспорта. И пока в стране только закладывается тот фундамент, на котором в будущем может вырасти не одно поколение мировых чемпионов, нам есть к чему стремиться. Скандинавские страны, с моей точки зрения, должны являться для нас примером. Там автоспорт, конечно, развит гораздо сильнее, чем у нас. И в качестве, и в количестве участников, и в подходе зрителей. Наступил момент, когда со стороны Федерации авто-мотоспорта Рязанского региона делается все возможное для его развития. Есть автодром, нужно выжимать из него соки по максимуму, воспитывать молодежь. Вообще, мои задачи, и как президента автомобильной федерации, и как президента Рязанского регионального футбольного союза, это прежде всего воспитание именно подрастающего поколения, воспитание людей, которые, может быть, отчасти в будущем будут представлять Рязанскую область и на международных соревнованиях, и защищать честь страны, и мы будем горды ими. У русских людей есть особые черты, и часто мы становимся непобедимы. Воля к победе, отсутствие страха перед серьезной борьбой и вновь нарастающий патриотизм – все это может стать серьезной опорой на пути к достижению результатов в автоспорте. Ведь гонки Париж-Дакар из года в год доказывают, что русские пилоты на КамАЗах по бездорожью непобедимы. Да и какой же русский не любит быстрой езды? Так что включайтесь, и чем раньше вы это сделаете, тем более высоких результатов сможете добиться. Все только начинается. Ралли-кросс, дрифт, картинг – с чего начать, выбирать вам. А пока радует то, что в Рязани теперь нет ограничений для занятий автоспортом. Находите время и возможность. А пока можно попробовать себя в прокатном картинге, чтобы почувствовать вкус гонки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова